А в поселке Рожка у Рубского района День Победы отметили с исторической реконструкцией боев за населенный пункт. В праздновании приняли участие жители, гости и туристы из самых разных уголков России. О том, как в горах Победу встречали на ровеснице праздника, расскажет Фатима Даурова. Вот родненькая еще работает как часики. Каждое 9 мая она нас не подводит, вывозит нас, ветеранов привозим на ней. Памятник бегает еще родная. Эта победа была выпущена в 45-м. Культовая машина Советского Союза сегодня празднует свою 78-ю годовщину вместе с потомками тех, кто выковал главную победу страны в наковальне той страшной войны. Торжественным шествием к обелиску павшим солдатам началось празднование Дня Победы. Здесь люди из разных уголков страны. Это местные жители, туристы, которые семьями каждый год специально приезжают сюда на турбазу «Комбат», на базе которого вот уже много лет и организовывают такое масштабное празднование Дня Победы. Это самый святой праздник. Вот мы чтим наши виды тут все. Мы каждый год здесь отмечаем, реконструкцию делаем. Поэтому это святое. И в этом месте конкретно проходил бой батарея лейтенанта Дударь держала фашистов, не давала им пройти. И только когда фашисты подтянули бронетехнику, авиацию, а у наших бойцов закончились снаряды, они сняли замки с пушек, а пушки столкнули в лобу. В честь этого события мы собираемся каждый год на 9 мая. Любители военной истории, поставившие своей целью историческое воссоздание эпизодов сражений, представили зрителям реконструкцию боев за поселок Рашкао. Это момент, раскрывающий события с плененным бойцами вермахта партизаном и его освобождением товарищами-однополчанами. Я прочувствовала то, что ощущали наши деды и бабушки в тот момент, когда им было безумно страшно находиться в тех же условиях, в которых находились наши бойцы. И я, в частности, меня трясло, когда я стояла перед этими немцами. Историческую действительность закрепляла и аутентичная техника вооружения времён Великой Отечественной войны. Настоящие автоматы, пулемёты, охолощённое оружие. И мальчиши, и кибальчиши сразу же проявили свой настоящий мужской интерес. Ты упел! Наша главная задача – это встреча с детьми. Нашим детям и внукам донести, что мы великая страна. Что нас никто не побеждал. И поэтому наши дети должны повторить тот подвиг, который повторили наши отцы 78 лет назад. Реалистичность происходящему придавали и художественные и исторические образы. Постановки с музейными экспонатами. А неподражаемый звук с виниловой пластинки передавал неповторимую атмосферу военных лет. Ты, милая срочка, под горою, И вместе с ней горел закат, Нас оставалось только крое Из восемнадцати ребят. А в редкие минуты затишья звучала гармошка фронтовая. Эпохи – образец живой, Которая когда-то на переднем крае Пехоту поднимала в бой. Катима Даурова Алибастана, Вестик, Карачаево, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова